Всем привет! Вы на Техноарене. Сегодня в битве смартфонов примут участие Narzo 50A и Vivo Y31. Я подробно их изучил, объективно взвесил все за и против, сделал выводы и готов рассказать, у кого лучший дизайн, камеры, экран, производительность и так далее. Если интересно узнать цены этих телефонов, не стесняйтесь переходить по ссылкам в описании. Друзья, Техноарена регулярно публикует актуальные рейтинги и сравнения на мобильную тематику. Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк и обязательно присоединяйтесь к обсуждению в комментариях. Сравнение дизайна мне не терпится начать с телефона Vivo Y31. Он производит впечатление с первого взгляда, а по внешнему виду это самый царский бюджетник. Обалденный, модный, сразу видно, что он обладает собственным неповторимым стилем. В эконом-классе такое обычно не практикуется. Вспомните, например, унылые бюджетники Gnus Mass и Salami. А Vivo это другая история, их телефоны всегда выделяются безупречным экстерьером. Кроме того, несмотря на массивный аккумулятор, Vivo Y31 удалось сделать удивительно компактным и легким. Он весит всего 188 грамм, при толщине 8,4 мм, чего не скажешь про Narzo 50A. У него батарея побольше, поэтому получился 207 граммовый кабанчик толщиной 9,6 мм. Компания Realme тоже старается придумывать интересные дизайны. Крышка Narzo 50A визуально разделена на три зоны – матовая часть, полосатая и огромный блок тыловых камер, совмещенный со сканером отпечатков. У Vivo дактилоскоп встроен в кнопку питания и должен сказать, что он срабатывает поразительно быстро. Не успеваешь дотронуться, а телефон уже разблокировался. Мгновенная реакция. Для староверов Realme и Vivo предлагают аудиоразъем 3,5 мм и поддержку карт памяти. Экран – это следующий приятный пункт в характеристиках Vivo Y31. Редко в бюджетной категории попадаются качественные Full HD дисплеи. Нормой до сих пор считаются посредственные HD матрицы, но только не для Vivo. Их смартфон радует расширенной цветовой палитрой P3 и довольно высокой яркостью. Экран сохраняет адекватную читаемость на солнце. Изображение красочное и контрастное. Дисплей Narzo 50A чуть-чуть проигрывает по четкости. Однако остальные параметры матрицы находятся на достойном уровне. Она очень яркая, цветастая, не искажает картинку под углом. С удовольствием можно смотреть YouTube, аниме и сериальчики. Ну и в играх, конечно же, графика выглядит захватывающе. А если вас смущает каплевидный вырез под фронталку, то темная тема интерфейса позволяет эффективно его скрыть. Прошивки телефонов Realme и Vivo отличаются стабильностью и отзывчивостью. Они легкие, быстрые, не содержат в себе спама, рекламы и какого-либо лишнего софта. Оптимизация выполнена хорошо, стиль оформления приближен к чистому андроиду. Фирменных модификаций по минимуму, но количество системных настроек больше. Например, в Vivo Y31 есть уникальные звуковые опции, в том числе адаптация аудиочастот под возраст пользователя. Где еще вы такое видели? Нарзо 50А получил современную камеру на 50 мегапикселей с экспертным режимом и возможностью записи видео с частотой кадров до 60 и до 120 в секунду. Ее дополняют сенсор глубины и модуль для макросъемки. Разрешение селфи камеры составляет 8 мегапикселей. Камеры Realme работают просто нормально за свою цену. В принципе, справляются со съемкой в помещении и темноте. Днем вообще не придраться. У Vivo Y31 аналогичный комплект камер, только разрешение главного модуля 48 мегапикселей. Основные отличия в том, что Vivo заметно лучше стабилизирует видео, но при этом чересчур агрессивный звуковой шумодав создает не совсем приятный для ушей фон. В формате Full HD частота видео ограничивается на 30 кадрах в секунду. Во время фотосъемки доступен астро-режим с выдержкой до 32 секунд. Фотографии в максимальном разрешении 48 мегапикселей кажутся более натуральными почти без цифровых помех. Narzo 50A оснащен китайским процессором Helio G85, который дебютировал еще в Narzo 30A, Realme 7i и Redmi Note 9. То есть это уже позапрошлое поколение, хотя смотрим на цену и закатываем губу. Отмечу, что 12-нанометровый G85 по-прежнему годится для требовательных игр, тащит даже Genshin Impact без вылетов. Поймите, в Narzo 50A установлено с избытком 128 гигабайт, других версий нет. У Vivo Y31 есть вариант на 64 гигабайта и он мне кажется самым сбалансированным, учитывая, что можно вставить флешку или подключить облако. Переплачивать за 128 гигабайт, наверное, нецелесообразно, поскольку там все те же 4 гигабайта оперативы. Было бы 6 на 128, тогда задумался бы. В качестве процессора Vivo предлагает Snapdragon 662, причем в Antutu у Vivo Y31 вышла лучшая оценка среди смартфонов на 662-м снапе. В синтетике процессор сильно троттлит, но важнее то, что в играх ничего не тормозит. Геймерский режим Multiturbo 4.0 устраняет фризы и лаги, направляя все аппаратные ресурсы телефона на запущенную игру. Приоритет фоновых приложений понижается, чтобы не нарушать плавность геймплея. Если нужна мощная производительность, советую именно Vivo. Оптимальный выбор будет. Техноарена одобряет смартфоны Narzo 50A и Vivo Y31 для использования на территории России. Чип NFC есть, 5G нет. Запись звонков работает. Все как положено. Bluetooth и Wi-Fi пятого поколения. Емкость аккумулятора побольше у Narzo – 6000 мАч. Цифра внушительная и при экономной эксплуатации можно заряжаться раз в неделю. При обычных нагрузках время автономной работы достигает двух дней. У Vivo батарея на 5000 мАч и телефон тоже достаточно живучий. Разница в 1 ампер час погода не делает, а вот на скорость зарядки это влияет еще как. 18-ваттным блоком питания тяжело заряжать такие аккумуляторы. Раньше 18 ватт относилось к быстрой зарядке, но теперь это бюджетный стандарт. В общем, Vivo Y31 заряжается до 100% на час шустрее, чем Narzo 50A. Если заряжаться не с полного нуля, то до 90% укладываешься за 50-60 минут. В финале битвы озвучу независимое мнение реальных пользователей и несколько отзывов про Narzo и Vivo. 4 гигабайта оперативки едва хватает. Невыразительный цвет корпуса. Нет 90 Гц, маленькое разрешение. Не самый шустрый, иногда подвисает. Большой экран, но выбора нет. Плоховато работает отпечаток пальца. Шустрый телефон, хорошо фотографирует. Хороший комплект с чехлом и пленкой. Приятный внешний вид. Экран норм. Быстро заряжается, долго держит заряд. Яркий и сочный экран. Классная камера. Сразу понравился своим дизайном. Шикарная автономность, емкая батарея. Быстрая и красивая оболочка без рекламы. Пора огласить итоги битвы. Сколько сравнений у нас было, но в сухую еще никто не проигрывал. К сожалению, Narzo 50A нарушил традицию и продул по всем пунктам. У него нет радикальных апгрейдов даже на фоне своего предшественника Narzo 30A. Но одну камеру поменяли с 13 на 50 мегапикселей и все. Остальное перешло по наследству. Зато у Vivo Y31 сплошные плюсы. Интригующий дизайн, многофункциональный интерфейс, превосходный экран, мощная аппаратная платформа. Аккумулятор быстрее заряжается. Если я что-то упустил и у вас есть весомые аргументы в пользу Narzo 50A, пожалуйста, напишите о них в комментариях. Стоимость смартфонов Narzo 50A и Vivo Y31 можно пробить по ссылкам в описании. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на Техноарену и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о наших эксклюзивных рейтингах и сравнениях. Желаю вам удачных покупок и хорошего настроения!